Два месяца назад матищинские учителя и воспитатели решили испытать в себя название лучшего в педагогическом ремесле. И вот все профессиональные творческие этапы конкурса позади. Настало время заключительного праздничного концерта и подведения итогов. Это люди, которые преданы своей профессии, которые любят своих учеников и своих воспитанников в детских садах, которые любят нашу страну и которые воспитывают будущее поколение, будущую нацию. Конкурс «Педагог года» проходит в мытищах в 15-й раз. Опытное жюри оценивает профессиональную компетентность конкурсантов, педагогические находки и творческий подход к профессии. Победители будут представлять наш округ на областном уровне. Учитель должен прежде всего любить детей. Он должен быть творческим, он должен быть умным, он должен вдохновлять на большие подвиги. 19 финалистов дошли до заключительного этапа состязаний. И для каждого из них учить детей больше, чем профессия. Это призвание. Члены жюри отмечают, что за последнее время конкурс значительно помолодел. А это значит, что популярность и престиж учительской профессии вопреки всему растет. «Я считаю, это очень важно, когда есть возможность себя показать на других, посмотреть. Тем более, все в наше время очень динамично меняется. Если говорить по оценке качества обучения на территории городского округа, мы всегда впереди планеты всей по многим показателям. Это, конечно, ваша заслуга». Выделить кого-то одного среди неравнодушных, творческих, стремящихся как можно доступнее и интереснее преподнести учебный материал школьникам – очень сложно. Каждый участник получил памятный диплом, кубок и поздравления от главы округа. И тем не менее, ежегодно среди лучших кто-то один становится воспитателем года, учителем года и самым классным-классным. Итак, 9-й Б, 29-й школы может смело заявить, что их классный руководитель Александр Павлов – самый классный. «Я счастлив, что сделал своих детей гордыми за то, что у них самый классный классный 2018 года». Повезло и дошколятам детского сада номер 74 «Одуванчик». Их Валерия Валерьевна, которая с детства мечтала стать воспитателем, тоже признана лучшей в этом году. «Конечно, было интересно. Самое сложное, наверное, было переступить через себя, что нужно идти на новую ступень, нужно идти выше, нужно быть лучше». Возможно, не было бы сейчас этой победы и у Алены Боровой, если бы не ее первая учительница, которая не только сумела привить любовь к знаниям, но сама являлась примером для учеников во всем. «Первое, наверное, что я сейчас делаю, это я, когда выйду с данного мероприятия, я наберу своей первой учительницы. Ее зовут Любовь Ивановна Трубина. Она, к сожалению, живет в другом городе, но мы с ней на постоянной связи. И я ей скажу, что я сделала то же, что она много лет назад, о чем я мечтала». Зал Дворца культуры Яуза сегодня переполнен, как никогда. Учителя, директора школы, воспитатели, даже те, кто не участвовал в личном первенстве, внесли коллективный вклад в победу того или иного конкурсанта. Да и успехом друг друга они умеют радоваться, как никто другой. «Вы у нас очень хорошо обучаете наших детей, и в этом ни у кого нет сомнения. Но мы, помимо всего этого, вы делаете гораздо больше, делаете главное. Вы их воспитываете. Не все у нас отличники, иногда не все и хорошисты. Но то, что все наши ребята замечательные люди, вот это самое главное. Спасибо вам». Было в этом конкурсе и еще одно очень серьезное требовательное жюри – ученики. От их мнения, поддержки и любви к своим преподавателям тоже во многом зависели имена победителей. Как известно, плоды воспитания всегда видны. И то, что этим лучшим учителям не будет стыдно за своих воспитанников, и их труд не напрасен, можно быть уверенным уже сейчас. Дарья Линская, Андрей Капустин. Информационная программа «День». Продолжение следует.